Ветеранов уже так мало, что большинство знает их в лицо. А для участников тех страшных событий любая встреча – это повод вернуться на 70 лет назад. Меня направили в военно-пехотное училище в городе Владикавказе, которое я закончил в начале 1944 года и был направлен на фронт. Я с боями участвовал в освобождении Украины, в Курсен-Сюшевской операции, потом с боями пришел в Румынию, Чехословакию, Венгрию, Австрию. И когда закончили войну, нас начали готовить в Японию поехать, потому что продолжалась война с Японией. Михаил Афанасьевич рассказывает, как европейцы встречали освободителей, особенно братский югославский народ. А музейные работники напомнили гостям о тех сочинцах, а это около 19 тысяч наших земляков, людей разных национальностей, которые отчаянно сражались и не только за свою страну. Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года нападением Германии на Польшу, а закончилась 2 сентября 1945 года подписанием акта о безоговорочной капитуляции Японии. Ровно через 6 лет. И только после этого герои войны вернулись наконец к своему очагу – к женам, матерям, детям. Сегодня мы чествуем ветеранов Второй мировой войны. Стало доброй традицией вообще в центральном районе города Сочи приглашать сюда ветеранов войны, всех представителей ветеранских обществ, и отмечать этот день, потому что невозможно забыть этот день, потому что это была самая кровопролитная война за всю историю человечества. Сегодня для сочинских ветеранов Второй мировой войны на территории Музея истории города был организован праздничный концерт. Выступил хор «Русская песня».